Мощнейшее землетрясение в Турции. Если вот по величинам посмотреть, то за последние полтора года где-то это самое мощное землетрясение в мире вообще. Фиджитал игры 2023. Лично я имею настрой на победу, но большинство ребят остальных, они все-таки все очень близкие и тесные друзья. И они, несмотря на то, что они на арену приходят на полном серьезе, на максимальном настрое, они вне арены отдыхают. Коронавирус. Волна номер 7. Несмотря на то, что у нас была возможность эффективно прививаться, ограничивать хождение хотя бы старых вариантов коронавируса в популяции, мы этого не делали. И если говорить о России, сейчас, можно сказать, страна опять находится в состоянии непривитом. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Александр Фирсов. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин принял участие во встрече Раисы Республики Татарстан Рустама Миниханова с директором научно-технологического центра уникального приборостроения Российской Академии Наук Маратом Булатова. Встреча прошла в Доме правительства Республики Татарстан. Обсуждались вопросы применения инновационных разработок в различных отраслях экономики республики. Также были затронуты темы сотрудничества с вузами на территории Татарстана, подготовки научных кадров и привлечения в науку талантливой молодежи. Разрушительное землетрясение 6 февраля произошло в Турции недалеко от границы с Сирией. О причинах, жертвах и последствиях в своем сюжете Евгений Ведокимов. 7,4 балла. Именно такую магнитуду присвоили землетрясению, произошедшему в ночь на понедельник на юго-востоке Турции. Автошоки начались спустя 11 минут после основного толчка. Их мощность практически не отличается. 6,7 баллов оценивают сильнейшие из них. По последним данным, разрушено более 1700 домов. Жертв свыше 200. Сейчас под завалами спасатели все еще ищут выживших. По словам президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана, Министерство внутренних дел и здравоохранения, управление по чрезвычайным ситуациям, губернаторы провинции и все другие ведомства быстро начали работу. С утра турецкие станции показывали 74, а вот американская станция написала, что 7,8 баллов. Это очень большое, сильное землетрясение. Если по величине посмотреть, то за последние полтора года где-то это самое мощное землетрясение в мире вообще. Потому что такие землетрясения бывают довольно редко. Вплоть даже до центра Сирии есть разрушение. Там нефтеперерабатывающий завод разрушение есть, даже в Алеппо есть разрушение. А это довольно далеко на самом деле. Несмотря на то, что Турция не относится к сейсмически активным зонам, ее территория разделена на мощные расколы. Именно их столкновения являются причиной таких землетрясений. Предотвратить их невозможно. Вся территория страны районирована по сейсмичности. В настоящий момент самыми небезопасными районами Турции признают западный и восточный. Наиболее спокойные территории центральные. Почему возникает землетрясение? Плита, вся земля, земная кора, до астроносферы, она расколота на плиты большие. В данном случае на территории Турции действует аравийская плита. Сталкивается с евроазиатской плитой. И вся территория Турции разделена на эти мощные разломы. Наверное, центральная часть более-менее такая, не совсем активная. Где Анталия, вот эти места. Но, тем не менее, там тоже могут быть землетрясения. Отметим, что Татарстан также не является исключением. Тенденции, которые могут привести республику к подобному происшествию, уже зафиксированы. Один из крупнейших опасных регионов – Камский. Казанцы сдвигаются на северо-восток со скоростью 3,5 сантиметра в год. Подобные землетрясения уже были зафиксированы. Одно из них на юго-востоке в районе Альметьевска. Евгения Евдокимова, Карина Саяхова, Фаридзе Хитаглы, Универньюс. Фиджитал игры продолжаются. Накануне в IT-парке стартовал чемпионат по новой дисциплине. Подробности выяснял наш корреспондент. Попробовать свои силы в новом этапе фиджитал игр в столице Татарстана приехали спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Бразилии, Аргентины, Перу, Филиппин, Вьетнама и даже Камбоджа. На этот раз в центре внимания спидран – быстрое прохождение игр, совмещенное с лазертагом. Лично я имею настрой на победу. Но большинство ребят остальных, они все-таки все очень близкие и тесные друзья. И они, несмотря на то, что они на арену приходят на полном серьезе, на максимальном настрое, они вне арены отдыхают. У меня не получается отдыхать, я все-таки хочу больше проводить время за подготовкой. Поскольку состязания являются тестовыми, организаторы ввели несколько новшеств. Они в дальнейшем станут частью игры будущего 2024 года. В предыдущих этапах спортсмены состязались в фиджитал-футболе, баскетболе, а также гонке дронов и в игре Mortal Kombat. За этапом спидран состязаний зрители теперь могут наблюдать не просто через прямую трансляцию. Организаторы создали целую метавселенную. Метавселенная что такое? Там много есть определений по поводу того, что не будем туда уходить. Но там есть прям электронный стадион, где человек может выбрать своего аватара и от имени аватара своего электронного посмотреть на то же самое действие. То есть он как бы един в двух лицах. Вот это мы считаем нашим технологическим прорывом. Мы это тоже тестируем. Но вот в стриме уже можете посмотреть. Каждый этап – настоящее открытие. Гости чемпионата уверены, что фиджитал ждет большое будущее. Накануне Министерство спорта Российская Федерация выпустила документ, признающий фиджитал-игры официальным видом спорта. Многие уверены, что это лишь начало. Играм будущего суждено затменить Олимпиаду. Если брать статистику, то чемпионат мира по CSGO, насколько я знаю, уже собрал больше аудитории. И мало того, больше, так еще и более молодой аудитории. То есть там основная аудитория, по-моему, до 30 лет. При том, что Олимпийские игры в Токио средний возраст был около 53 лет. То есть очевидно, что классические Олимпийские игры, они уже теряют, наверное, свои позиции среди зрителей этих симпатий. Третий этап фиджитал-игр продлится до 11 февраля. Завершит их шоу-матч по лазертагу. Эмилия Адельшина, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ-Ньюс. О том, как прошла встреча с полномочным послом Ливии в стенах Казанского федерального университета, расскажем в сюжете. У нас есть институт фундаментальной медицины. В структуре университета есть большая клиника, своя больница. Практически на 900 только мест. В институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялся визит чрезвычайного и полномочного посла государства Ливии в Российской Федерации. В России одна из семи стран. В прошлом году мы ее добавили. Ливицы лечатся в семь странах. Одна из них – это Россия. По программе государственная. Далее состоялась встреча с руководством КФУ. В ходе нее делегаты узнали о возможностях Казанского федерального университета в каждом из приоритетных направлений. Ознакомились с филиалами КФУ в разных странах. Также делегация ознакомилась с проектами «Альма-Матер». Готовы принимать, заранее согласовывать, есть специальные визы, там вопросы и так далее. Здесь никаких проблем. В части обучения тоже, вы видите, инфраструктура хорошая, то есть на короткие программы, длинные программы. Готовы, ребята, принимать, лучше имплификацией заниматься действующими врачами. Как отметил Тимирхан Алишев, подобные встречи стоит проводить чаще, так как они улучшают дипломатические отношения между странами и дают возможность создавать новые перспективные проекты университета. Кагмина Мадатова, Фарид Захидаглы, Универньюс. Новая волна COVID-19 в России. В следующем сюжете расскажем о статистике заболеваемости, новых штаммах и о том, как укрепить свой иммунитет. В России набирает обороты седьмая волна коронавируса. За сутки госпитализировали около 600 человек. COVID-19 для нас стал обыденностью, вследствие чего многие люди перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Именно это и стало поводом начала новой волны коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что у нас была возможность эффективно прививаться, ограничивать хождение хотя бы старых вариантов коронавируса в популяции, мы этого не делали. И если говорить о России, сейчас, можно сказать, страна опять находится в состоянии непривитом. И несмотря на то, что хотя вакцина прежнего типа не слишком хорошо защищает от возможности нового заражения, она по-прежнему хорошо защищает от тяжелых каких-то последствий. Название нового штамма Кракен ужасает, но по прогнозам это будет не страшнее прошлых наплывов коронавирусной инфекции. Для Кракена характерна температура около 38 градусов, боль в горле, сухую кашель и недомогание. Главная опасность нового подвида коронавируса заключается в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма. Специалисты утверждают, что для защиты своего здоровья необходимы следующие действия. Можно надеяться на свой собственный организм и всемирно ему помогать при помощи разнообразных способов. Ну, например, это правильно и полноценно питаться, это поддерживать режим дня, высыпаться и так далее. Все это делает нашу иммунную систему более активной, чем если бы мы кушали все время одно и то же и что-нибудь вредное, и при этом еще и не высыпались никогда. Отметим, что Кракен устойчив к защите и даже вакцинация не дает 100% гарантии. Однако при заражении болезнь протекает в легкой форме. Его высокая способность передаваться от человека к человеку означает, что тяжелых последствий от Кракена станет меньше. Выполняйте все меры безопасности и берегите себя. Погода не перестает удивлять жителей столицы Республики Татарстан. Что ждет казанцев в ближайшее время, смотрите далее. Начало февраля обычно характеризуется метелями вьюгами, сильными порывами ветра. В этом же году месяц нас радует солнечными днями. С чем это связано? В настоящее время погоду нашего региона определяет Барический гребень. Это область повышенного давления. Именно по этой причине температурный фон ближайшей ночью значительно снизится. В условиях отсутствия облачности будет происходить интенсивное выхолаживание подстылающей поверхности. Кроме того, с северными потоками к нам приносится относительно холодный воздух. Таким образом, в ближайшие ночи мы ожидаем понижение столбика термометра до значения около минус 20 градусов. В ближайшее время ожидается циклон, который принесет с собой высокий фон температуры и повышенную вероятность осадков. Так, например, в январе норма осадков была полностью не получена. А в первые 6 дней февраля выпало всего 5 мм осадков при норме в 38 мм. Однако, это не привело к недостатку снежного покрова. Так, избыточное количество снега, которое выпадало у нас в декабре, сформировало снежный покров, в настоящее время он 54 см составляет, что даже выше климатической нормы, примерно на 10 см. Является ли характер течения февраля предсказателем прихода весны? Понять сложно. Вероятность таких прогнозов приравнивается к 50%. То есть, можно считать их вполне несостоятельными. С точки зрения метеорологии, весна является периодом даты устойчивых переходов через нулевую отметку. А будут ли они близки к климатической норме, покажет только время. Регина Табрисова, Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok